Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем наш цикл ремейк «Великий и ужасный». В общем, не прошло и полгода, как мы, наконец, собрались с силами, силов набрались, мощей, и таки решили записать программу. А вот программа у нас будет про два сериала. Про два сериала. Один оригинальный «Лос Их из Дель Монте» «Чилийский» 2008 года, а второй будет его ремейк «Лос Ире Де Рос Дель Монте» сериал «Телефонта» 2016. Вообще вещь! Ну да, вот что касается «Телефонтовского» вещь. Ну там, конечно, не безоговорочная вещь, но вещь. Ну что? А есть такие вещи, которые вообще безоговорочны? Да, безусловно. «Эль Куэрпо Дель Дизео». А! Это безоговорочная. Там даже и говорить не о чем. Я считаю, что, в общем-то, и «Пассион де Гавелани» в некотором смысле безусловная вещь. Ну да, в общем, ты права, но не отвлекайся. А, ну все. Ну да. Хастапа понесло, короче. Ну начнем, наверное, с чилийского оригинала, потому что вот про него я, конечно, имею чего сказать, как говорят в Одессе. Только, пожалуйста, без мата. Не, ну как бы, знаешь, как бы без мата. Дело вот в чем. Значит, сам по себе сюжет очень интересный. Сценарно это все очень здорово. Это сделал Виктор Караско, написал сценарий. Кстати, он же работал и для Телемундо. Они купили сценарий, его пригласили, его адаптировать. Но потом все так дело пошло, в общем, под горку. Ну, начали про Ивана, закончили про Балвана. Ну, бывает. Вот именно. Не сказать хуже. Вот. Но в данном случае в чилийском варианте все очень логично. Значит, это история авантюристок двух, которые приехали в деревню, которые решили, значит, поживиться этим наследством. Хапнуть все, что можно. Хапнуть все, что можно. Но там произошла интересная такая вещь. Значит, девица влюбилась. И влюбилась она в парню, который, в общем, оказался таким, ну, мягко говоря, не очень-то для нее подходящим. Весьма неподходящим. Весьма неподходящим. Который из нее, в общем, всю кровь выпил. В конце концов, конечно, он на ней женился, но... Ой, лучше бы он этого не делал. Ну, вот, на наш взгляд. В общем, она ему родила двоих детей. Вот. И женился он на ней только потому, что ему написали письмо из тюрьмы. И сказали, что вот, девушку оболгали. Она, на самом деле, ничего не знала. И вообще, она бедная, несчастная. Да, и вообще, дурак, это вообще твои дети. Да, и вообще, это твои дети. Вот. А так как он у нас точно болван, вот, то до самого последней, до самого последней серии он, как бы, не имел способов проверить, его это дети или не его это дети. Ну, да, генетический анализ, такая штука интересная, вообще никто не знает. Не, ну, это понятно. Это деревня, это же колхоз 300 лет без урожая, поэтому, как бы, генетический анализ. Смотри, ему положено было по роли быть кретином, и Хоркеса Балета очень здорово играл кретина. Ой, у него вообще эта опция очень хорошо получается. Да, что можно, то можно. Ну вот, что еще я могу сказать про это дело? Ну, со сценарием мы разобрались. Со сценарием все очень интересно. Что касается съемок, то, когда я посмотрела первые несколько серий, у меня был такой депрессняк. Ну, потому что все коричневое, серое, точно колхоз 100 лет без урожая. Ой, я так вспомнила, я так вспомнила свои выезды вообще на прополку свеклы и собирание картошки. Я даже почувствовала, как меня комары кусают вот в моем далеком сибирском детстве и юности. Девушка, вернитесь к древу. Нет, ну древо, древо-то такое, что они умудрились возбудить во мне самые поганые воспоминания. Ну смотри, на что хотели, то и получили. Они дали ту атмосферу, которая там царила, ты понимаешь? Нет, ну я все понимаю. Папашка умер. Этот Хуан, он придурок, железнокаменный. По жизни. Да, по жизни ограниченный мужик весьма и весьма. Он что-то там пытается сделать, у него ни хрена не получается. Он бьется головой об стенку. Эту девку он не любит, которая рядом с ним, на которой он жениться должен. У этого Хорка, у Сабалеты, понимаешь, какая история? Когда ты смотришь этот сериал первым, он очень хорошо кушается. Потому что он очень гармоничный. И настроение, которое они передают, и настроение самого главного героя. И эти уроды, братцы, монстры. Вы жуткие. Господи, один и другого страшнее. Красно. И вдруг появляется вот этот луч света там. В красном платье. Слушай, вот, да. Действительно, да. Вот, конечно, сценарно это все оправдано. Потому что вот это все вокруг дерьмо, дерьмо, дерьмо. Ну да. Вот оно. Вспышка такая. Пахана. И причем и Мария-Элена Свет, Маня Свет, как мы ее Маня будем называть. Манечка, да. Манечка, да. Свет, конечно, великолепная актриса. Потому что она, конечно, вот это вот явление вот этого всего вот светлого луча. Паулы туда, да. Она сыграла его отпадно. Причем, смотри, как интересно. Вот, действительно, жизнь беспросветная. Скот, сено, навоз. Девица рядом с Хуаном, которую играет Моника Гадой, Хульетта, это Миян. Ой, боже мой. Она ведь, она очень, девочка, красивая, но она абсолютно серая. Ну, подстать, мальчил. Она подстать. То есть она вот с окружающим фоном, она сливается просто, вот, знаешь, масхалат такой на детке постоянно, да? Да, как ее мама и как все остальные. Да. И когда появляется вот эта вот роскошная фемина, она, во-первых, даже, смотри, она даже колером совершенно... Со своей мамочкой-прошмандовочкой. Да. Голубые глазищи, блондинка. Вообще, во-первых, блондинка, знаешь, какая-то, в кавказской грязани, да? Ага. Потом, понимаешь, если сначала она как бы, ну вот она такая немножко сонная какая-то такая, вот немножко, знаешь, такая невыспавшаяся, но потом, когда она заинтересовывается этим мешком, с гнездом, как говорила одна моя подруга. Точный мешок, слушай. Вот. В исполнении Хорхеса балеты, какая она становится, у нее глаза, какие там чувства, какие там страсти, там такой огонь. Она там вся сверкает, да, ух. Да. На фоне всего остального просто факел, блин, ну. Да, и я понимаю, почему они все, все с копом на нее клюют. Без исключения. Ну, ты понимаешь, у огонька-то всем хочется погреться. Ну, да, особенно младшенький. Ой. Дебилушка. Упаси боже. Жуткий. Дорогая моя, я тебе хочу сказать, что они очень здорово отыграли свои роли. Нет, я ничего не хочу сказать. Они хорошо, они хорошие актеры, они играют то, что им дали, то, что им дали. Совершенно замечательно все это отыгрывают. Но, опять-таки, они только играют. Ну, да, они не проживают это дело. Проживают, наверное, только Майя. Но Мур – это отдельная песня. Это другое дело. Вот Мария Елена Свет, да, вот она, по-моему, это дело прожила как следует. Потому что, посмотри, с вот этого огонька в первых сериях и вот то, что там от нее осталось в последствии, из тюрьмы, которая вышла. Половечка. Вот, и головешка осталась от бабы. Ну, как раз то, что надо этому дураку, потому что он-то, он-то по-любому бы ее потушил. Да он ее и так. Он ее так, он ее по коленку сломал и затушил конкретно. Потому что, понимаешь, когда он при мне приходит и говорит, прости меня, это дети мои, я на тебе женюсь, а ей уже это как бы не все. У нее все перегорело, все пеплом взялось. Ей уже и не хочется. Ей уже и не хочется. Единственный человек, которому там вообще комфортно в этой вообще ситуации, идиотка, это ее мамаша, по-моему. Ну, мамаша, актриса играла такой уровень, что бомжихи в Москве, или в самом этом, они лучше выглядят. Не, ну, мамаша сыграла нормальную прошпандовку, нормальную такую, значит, вот, козу, которая, ага, что тут плохо лежит, дай-ка я это стебрю. Две копейки, ека, две копейки, в хозяйстве все пригодится, понимаешь. Вереночка, а, все, вереночка. И поэтому совершенно непонятно, как у такой мамы вообще такая дочка. Я вот, например, когда смотрела, думаю, господи, она ее доча, собственно говоря. Ну, может быть, украла, хрен знает. Может, сомнения какие-то берут. Вот, актриса, конечно, мне совершенно не понравилась. Но, может быть, так вот, может быть, так ей было задано, вот, сыграй вот эту. Ну, наверное, понимаешь, она соответствует образу. Образу дешевой прошпандовки, нашедшей, нашедшей шанс. Вот шанс, попала, она это, вцепилась зубами. Как она там бегала около Паулы и орала, продай, продай ему час, возьми деньги, хоть что-то, хоть что-то. И вот, понимаешь, и начинаешь задумываться, а как в такую бабу вообще хоть кто-то мог влюбиться? Особенно побогаче, если кто-то. Особенно вот эта их не папочка. Если он воспитал таких детей, ты представляешь, какой у него был характер. Эээ, да уж. Он там их давил только так, я думаю, чтобы не пискало даже. Ну, правильно. Поэтому, поэтому вот Ихос Дель Монта у меня ставили впечатление, как бы, знаешь, тягостное достаточно. Потому что вот после такой новеллы, знаешь, как жить уже неохота. Ты думаешь, господи, как все плохо-то, плохо-то. Девушка, ты слишком эмоционально. Не, ну, есть такое дело, я очень поддаюсь настроениям. А тут у меня, как бы, вот настроение было ниже принтера. Ихос Дель Монта испортит любое хорошее настроение, потому что новелла не рассчитана на подъем зрительских эмоций. Новелла рассчитана на то, что посмотрите, как другим еще дерьмовей. Еще дерьмовей, а точно. Как страшно жить, короче. Ну да, и не глядя на то, что деньги есть, оказывается, жить все равно хреново. Ну, тут я еще хотела бы поговорить о двух сыновьях, о Педро Дель Монте и Хосе Дель Монте. Вот Франциско Перес Данен, да, который играет Хосе, он, конечно, сыграл очень даже неплохо, на мой взгляд. В общем, конечно, такая злудня, такая классная у него вышла. Да, и нос у него был соответствующий, такой острый. Когда он эту маню бедную таскал, я все равно думала, сейчас клюнет, вот сейчас клюнет. Вот, и он, в общем, как бы, да, и, в общем, понятно, что соперничество его с Хуаном, оно, как бы, ну, логически его может быть. Ну, посланованное, да, это понятно. И, в общем, понятно, что, в общем, Хуан... Он, по-всякому, был умнее Хуана, он просто был нетерпелив. Да, хотел сразу и все, и женщину, и деньги, и вообще. Ну, немножечко, вот, да, поспешил, поспешил. Кристиана Регадо, вот, Педро Дальмонте, да, тоже о нем хотелось бы сказать, потому что тоже, в общем, неплохо сыграно. И образ у него, в общем-то, Кристиана Регадо. Ну, что, ну, в общем, конечно, он сыграл там парня такого, первого парня на деревне. Такой, значит, не знаю, там, упор. Ну, единственный нормальный из их семейки, адекватный. Да, он единственный нормальный из их семейки. И вот эта их любовь с Хульеттой. И ты понимаешь, тоже, вот, Моника Гадой, да, она, в общем, по-моему, она актриса достаточно хорошая, которая сыграла только то, что, на самом деле, человек всю жизнь живет и не видит вообще, зачем он живет. И только когда вот она перед смертью уже, она уже понимает, на самом деле, что любила всю жизнь, в общем, того. Тот, которого она не любила, он был наследник основной. Она не любила его, она любила возможности, которые он предоставляет. Ну, я бы, не знаю, мне кажется, здесь она более искренне такая. Не-не-не-не-не, вряд ли, нет. Там у нее не было варианта искренности. Ей надо было сохранить работу, ты не забывай об этом, работы там... Понятно. Ей надо было сохранить работу, а выйдя замуж за Педру, она ни хрена бы не сохранила. И не смогла бы родню тянуть. Так что тут чистый меркантил. Ну, вполне возможно. Но там, понимаешь, там действительно все такое какое-то безвыходное, беспросветное. Какая-то такая вот... Как, видимо, это реальная обстановка у них там на этих самых финках. Финках. Ну, наверное, наверное. Так и есть. Плюс еще язык очень интересный. Есть чилийский этот вариант. Я вот, значит, на испанском смотрела. Сначала я прорубалась пока через эти самые жорганизмы. Потом, когда я ехала чуть-чуть, нормально. Ну, вот. И, в общем, как бы вот сериал... То есть могу сказать, что он хороший, крепкий, да? Крепкий сериал, да. Ну, не айс. Это не из тех сериалов, которые захочется пересматривать. Глубоко не айс. Абсолютно не айс. Второй раз «Хрем пойдешь, посмотришь». Вот это я про то, да? Я вот, например, не могу его второй раз смотреть. Мне пришлось его подсмотреть там несколько серий, чтобы вспомнить, что было и что смотрела. Минор, сплошной минор. Не, ну, да, тяжелый случай. Единственное, говорю, вот светлое пятно, вот это Мария Лена Свет. Вот тут нежно люблю, потому что актриса, она, конечно, замечательная. Смотри, что он за мое свет, она и есть всюду свет. Не тима же. Вот, и то, что она играет, это, конечно, очень большая, очень большая хорошая работа на очень высоком уровне. Короче, те, которые смотрели «Наследники Дель Монте», им смотреть «Ихус Дель Монте» не рекомендуется. И наоборот. И наоборот. Хотя, хотя, очень многие люди, которые смотрели «Первый источник», сказали, что второй сериал, он, конечно, совершенно другой. Он абсолютно другой, мотивы те, но это можно сказать, что это не совсем ремейк, это по мотивам. Ну, в общем, да, вот молодец, вот хорошее слово нашла, по мотивам. Потому что, смотри, где-то до 30 серии все идет один в один. Да? А потом начинается отход в сторону, налево-направо. Да. Во-первых, оживает Эмилио Дель Монте. Который не должен был ожить, потому как был похоронен. Вот именно. И там, кстати, что касается «Наследников», там, конечно, есть такие сценарные ляпы. Ой, елок-палый. Ну, это просто, понимаешь, руки пообрывать с корнем. Ну, блин, ну что же вы, гады такие, что же вы делаете? Ну, это, понимаешь, погоня за рейтингом. Рейтинги были не очень-то, где-то 0,5-0,6 они были. Надо было ввести Вандера совершенно очаровательного. Ой, Вандер замечательный. Слушай, Вандер прелесть. Потому что он сыграл, конечно, он молодец. Вот, понимаешь, что еще интересно? Вот ему, как, кстати, Марлене Фавеле, ему нужен был достойный партнер. Да, это точно. А кто его хороший актер? Роберто прямо расцветал и хорошел. Как он играл? Вот его сцены с Дианой Кейханом были отличные. Ай, великолепно было. Они друг друга стоят. Его сцены с Симаро были просто великолепные. Особенно сцена в амбаре, когда пьяный Хуан впервые видит папашу. А, ну да. Ты кто? Ну, такие квадратные. Да-да-да. Нет, что я забыла? Ты кто? Да-да. А еще раз повтори. Ты откуда? А то ты бы так терпеливо. Я, ты-да, я ваш новый работник. Мне даст она завершила остаться. Ой, туская зеленая. И потом, когда Хуан ему там на груди плачет, рассказывает. У Вандера такое лицо. Чувствуется, что вот отец настолько переживает за свою кровиночку. А кровиночки так и действительно его. И войная. Единственная среди всей этой шарашки. Кстати. Кстати, тоже. Это тоже изменение, потому что и Холстакова не было. А, там все приемные, там никакого исключения нет. Там без дураков все приемные. Да, а здесь-то видишь, как оно интересно. Все думали, что они приемные, оказывается. Ага, фиг вам от советской власти. Ну так, фиг вам, фиг вам. Ну вот. И что касается сценария наследников, там, конечно, они накрутили. И маньяка этого самого зачем-то приплели вообще непонятного. И какие-то непонятные варианты с этими сестрицами Миян. И с хури ты сделаешь, фиг с мотково. С опухолью на всю голову. Это матушка рейтинг. Ой, я как вспоминаю эту сцену с курями. Ой, мамочка. Меня закатывает. Нет, мне больше всего нравилась там реакция Хуана, который поймал курю. Сказал, значит так. А я, говорит, предвижу, что вот эта толстуха сегодня в суд пойдет. Я сейчас вам предскажу, типа, да. Все, предскажу, что получится. Да. Ну и что касается наследников, ну, сценарий мы сказали. Сценарий иногда был бредовый просто до невозможности. Ну, по семье, надо было дать людям заработать. Что ты, фу какая-то. Они, смотри, вот если в Наследниках, в Сыновьях Дель Монта, Чилийском, 131 серия, то в Наследниках Дель Монта 128. И они хотели еще на месяц потянуть. Знаешь? Ну, ты понимаешь, что? Тем не менее, когда ты смотришь Сыновей, там эти ребята постоянно в кадре болтаются. Там одна или две серии всего, когда никого из них нет. Ну, да. А тут в Наследниках. Ё-моё, полсериала вообще непонятно кто был. Ну, я так поняла, что, в общем, заслуженные колумбийские актеры, которым надо было заработать на чашечку кофе. А, да-да-да, вот именно, да. Потому что пенсионеров надо кормить. Вот, потому что там пенсионеры, конечно, зажигали. Главным героям там, в принципе, времени дали одну треть, может быть, от сериала. Абсолютно. Все серии, в которых главные герои всё-таки, Семаро с Павелой были, да, побольше их было, они имели лучшие рейтинги. Там были рейтинги где-то 6.1-6.8 в некоторых местах. Ну, смотри, Скихана тоже имели рейтинги неплохие, потому что она оказалась очень неплохой комедийной актрисой. Ну, понимаешь, ага. А вторая, третья серия, когда там была «Любовь на пенсии», Мигель и Саффи. Ой, это была хохма вообще редко. Рейтинг просел, рейтинг просел, я тебе говорю. Серьезно? Да. Вау. А мне понравилось, я так хохотала. Нет, ну, оно было неплохо сыграно, оно было, в общем, даже очень хорошо сыграно. Но народ хотел, конечно, несколько другого. Ты посмотри, те серии, где вот «Любовь в морковь» была между Хуаном Дельмонте и Паулой, да? Имели рейтинги побольше. И вот тут, давай-ка мы плавно перейдем все-таки к актерской обе. Ты помнишь, ты помнишь это жуткое разочарование народа, когда выяснилось, что Симару изображает это все один на один с постелью? Это что было? Нет, ну я тебе хочу сказать, что там была вообще очень странная история, что Марлене отказалась сниматься в таких сценах, только поцелуи, типа. Но дело-то в том, что ее контракт был подписан раньше, чем появился Симару. Симару появился буквально за месяц до съемок. А, видимо, она не хотела с этими развлекаться. Кто там был до него? Потому что до него планировался, хорошо сидишь, да? Да. Тормально? Ну-ну. Хорхес Алинас. Удивительно, как она согласилась с ним человаться. Не говори. Вот там, где мы емкости в морщинах такие ротовые прятались мощные. Ой, мама родная. Не поцеловал бы, засосал бы нафиг. Ой, зачем ты это сказала? Сейчас я понял. И Симару появился где-то за месяц до начала съемок. Сюмки начинались в сентябре. И самое интересное, это еще даже не в этом. И он-то согласился только потому, что в главной роли планировалось Марлене. Потому что его хотели на другую роль на теле Монда. По-моему, во Флор Сальвати. А, ой. Вот. С Моникой Спирт. А, с Моникой Спирт. Но дело не в этом. А дело в том, что, в принципе, парочка получилась. Очень даже, очень даже. Ну, да. Да. И я, например, с интересом ждала, чего они покажут после «У дикой кошки». Да? Я тебе хочу сказать, что это было здорово. Да, хорошо было. Насколько Хорхи Сабалета совершенно тюфиковский такой мужик, который вообще непонятно, любит он кого, не любит он кого. У него, по-моему, одна и пламенная страсть. Быть вообще вот отцом-солдатом своим колхозом. Да, она, да. Он потому и подвинулся к женитьбе на этой несчастной, что она его не интересовала. Он, когда узнал, что эти дети его, возле отцовства взыграло. Вот. Вот это единственный инстинкт у него. У Хуана в исполнении Симаро это, конечно, есть. Он очень счастлив и доволен. Но, в первую очередь, он даму любит. Он, да. Он ради нее, в общем, кидает на кон все, что у него есть. Понимаешь? Это, как говорится, приятный бонус к любви к этой женщине, что у них появляется еще и ребенок. Да, потому что он хотел именно своего ребенка. Он приемный сын, как он думал всегда, да, брошенный. Да, брошенный, подброшенный. Ведь, понимаешь, у него же, да, у него же вообще есть еще одна такая идея фикс, да, что он приемный сын, брошенный сын. Да, и отец от него отказали, значит, он некачественный. Он никогда не бросит своего детеныша, какой бы он ни был, от кого бы он ни был, он все равно будет его воспитывать. И героиня Марленни, она же там очень долгое время, извини, рефлексирует, что это он все ради ребенка, это не ради меня, идиотка, ты же глаза-то открой. Ну, ты, девочка, господи, ей, между прочим, Хосик, он постоянно говорил, Хосе, что смотри, это ты его не интересуешь, бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Ну, ты понимаешь, что Марленни, она актриса, конечно, не уровня Марии и Лены Свет, всяко-разно, но здесь она сыграла очень неплохо, хотя сценарные хаты... С таким партнером удивительно было бы, чтобы она плохо сыграла. Я еще не помню актрису, самую мерзкую, самую неталантливую, которая рядом с ним не смогла бы сыграть. Ну да, в общем, я тоже не припомню, как не роль, так шедевр рядом с ним. С ним, да, а как без него, так, извините, подвиньтесь. Ну вот смотри, Данна Гарсия, да, ну чего творится. Да, кого хочешь возьми, что Данну возьми, что Лорену возьми, что... Да, да, что Марленни тоже с вами. Ну же Марлену возьми. Ты посмотри, она сразу же после этого снялась с Карасона Пассианада, с Гайем Экером. Ну это же ужас. Ты еще мне скажи о том, как снималась Данна Гарсия с этими двумя придурками, да? Ой. Прости, господи. Прям Кебу Ниту Амор, мы обязательно про него поговорим, потому что это ужасно. Да. Короче, девушки у нас актрис одного актера, все как на подбор. Да нет, просто актер такой, что способен даже из самой спящей красавицы сделать волшебную принцессу. Да, или деревяшку даже эту зажечь. Ну вот посмотри, тоже очень интересно. Значит, что касается вот второстепенных героев в наследниках Дельмонте. Но хочу остановиться непосредственно на Маргарите Муниус, Семьян. Это было сыграно, в общем, очень даже хорошо. Почему? Потому что она, в общем, ну, если вот не брать во внимание сценарный ход дебильный, да? С раком мозга. С раком. Ну вот, который, в общем-то, был и в оригинале. Но, если там годой играет, в принципе, женщина несчастная, то здесь, в принципе, ну, извините меня подвиньте. Такая тварь. Кобра. Которая скрывалась под хорошую девочку, да? Кобра. Она кубра, ядовитая змея. Да. Она выбрала себе самого красивого мужика в округе, самого богатого, самого удачливого. Она сделала свои ставки. Ей хорошо с ним в постели, я так понимаю. Потому что, помнишь, когда она с Педро переспала в первый раз? Она сказала, фе. У нее такое разочарование на лице, что это, типа, псы. Он к ней целовался. Что это было? Ой, блин, да что же это такое? Вот. И она потом, в общем, там не очень-то и понятно, чего она, собственно говоря, хочет. Не то она хочет денег. Не то она действительно хочет этого мужика. Нет, солнце мое, она хотела все подряд. Все и сразу. Она и Хосе, это была бы такая замечательная парочка. Вот они, в конце концов, конечно, там и склещились, как это называется. А они были бы изумительной парочкой, потому что у них интересы были абсолютно идентичные. Они достойны были один другого. Ну, я вообще хочу еще сказать, что на самом деле Маргарита, она, в общем, актриса молодая, достаточно неопытная, да? Но вот здесь у нее такая была школа драматического искусства, что просто даже... Я хочу тебе сказать, позавидовать нужно девке, потому что рядом с таким партнером... Ну, да, один, второй, кстати, Вандер великолепен был. Да, 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 да. В некоторых местах была очень хороша актриса, игравшая ее мать. Да, моментами, да, было кое-что. Да, особенно в некоторых местах, когда... Помнишь, когда она узнает, что ее дочь больна? Да. Какая драматическая сцена по накалу. Ну, да, ее можно понять. У нее рухнуло все в момент. Да, женщина, которая, наконец, она всех дочерей, типа, вот уже пристроилась, уже как бы все было уже, вот. И состояние материальное как бы улучшилось с этими браками, да? Ну, да, они вылезли из дорогов. О-о-о, елы-палы. Вот. И, конечно, Диана Кихана. Ой, ну, она здоровая. Ну, Диана Кихана, здесь, конечно, это был фейерверк какой-то. Здорово. Такая классная она была с этими ее ужимками и с этим ее прелесть просто. Такая дрянь качественная, но обаятельная. Ну, она невероятно обаятельная. А то, что она дрянь, ну, ей положено. Так самое интересное, Игорь, что ее в кислоту помести, она и там выкрутится. То есть, это человек, который, она из шкуры выползет. Она из кислоты, она ее продаст и получит неплохие деньги, понимаешь? Это такая типша. И вот тут-то понятно, почему в нее, значит, Эмилия влюбляется. Потому что, да, она обаятельно додружит. А когда она была помоложе, ты представляешь, что-то думаешь. Был такой цветочек, вай-вай-вай. Да, то есть, она его обволокла, она его, она его просто, вот, понимаешь, она его втянула. Ну, как она этого Мияна уделала в течение буквально двух встреч? Да, и все. Он ее с рук ел. Ну, это как, пылесос кошку втянула, и все. Ну, да. Все нормально. Причем самое интересное, что Эмилио, который потом уже знает, что она такое и чего, собственно, И все равно он не может от нее отцепиться. Если бы он не помер в финале, я думаю, что она бы... Он бы на ней женился, да. Да. Она ему уже рассказала, что как она к алтарю пойдет, как-то все. Да, 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 да. Он бы сто процентов на ней женился и здоровье подвело. Да, не хватило массе мужиков. Значит, что еще могу сказать? Ну, Хосе Дель Монте и Гаспар Дель Монте. Гаспара не надо, не надо про Гаспара. Я такого деревянного идиота не видела никогда в жизни. Ну, хорошо, давай тогда поговорим про Хосе, которого играл Хосе Лунис Ресендес. Ресендес. Значит, если в первой части он был еще вполне ничего, то потом... Ну, Хосе, игравший Хосе, это был аут. Это был адский ад, я тебе хочу сказать, потому что это была такая мексиканская школа драматическая. Ты знаешь, ты знаешь что, я вот подумала потом, когда это все уже устаканилось впечатление о Селе, да, я подумала и поняла, что Ресендес не мог играть другого. И знаешь почему? Ну? Этот Мурлокотам в сценарии был так прописан. Ну да, но можно было... По-другому играть. Это была мелочная, мелочная, злобная душонка, понимаешь? От мелочной, злобной душонки ожидать чего-то, знаешь, эпохального трудновато. Тем более, когда у него рядом стоит вот этот его брат старший, весь из себя такой благородный, хоть и беспородный, да, такой же беспородный, но жутко благородный. Они же не знали... Скотина, правда? Да, вот правда скотина. Вот безобразие просто. Он точно такой же приблудный щенок, как и все остальные, да. Из него это благородство хлещет. Класс, уровень, да. А они такие пиончики, понимаешь, которых подобрал этот старик ради интереса. И тут, и тут Педро узнает, что этот вот старший брат, которого он всю жизнь не любил, но который хотя бы был на их уровне, хотя бы, да, и вдруг этот нехороший человек оказывается единственным законным ребенком, родным. Да ты можешь себе представить, что в его душонке там начало твориться? Его фонтан страстей там забил. Мне очень, кстати, понравилась сцена, когда он получает бумажку из... где подтверждается, что Хуана биологический сын. Да-да-да-да, помнишь, какой фонтан у него был, да? Там он сыграл хорошо, ничего не говорю. Но была одна сцена, которая меня просто вышибла, после которой я на нем крест поставила, как на актере абсолютно. Сцена в больнице, когда он там рожал кого-то очень крупного. Потому что рана типа была в грудь, но он так извивался, корчился и выращал глазами, что я положу, он сейчас слона родит. Нет, ты понимаешь, что он... ему не было столько больно физически, сколько он бесился, что он беспомощный. Ну, может, ты прав, но... Его коррёжило, что он беспомощный. Он в этот момент не мог, кстати, пойти, понимаешь? А там вот в этот момент, когда он валяется там, его аж крутит и коррёжит, а там, а там кто-то все его планы порушит. А там наследство, тю-тю. Да, понимаешь, это же аут. Атас называется, он потому так коррёжился весь, его физически коррёжило, но вовсе не потому, что он там изображал, а другого бы тоже коррёжило. Вот с таким характером и таким уровнем эмоций коррёжило бы сто процентов. Ну, может, я не соглашусь. Хотя вообще, я когда посмотрела пару серий с другого сериала, он играет там точно так же. Ну ладно, бог с ним. Что умеет, то даёт, только просто тут оно очень подошло. А в другом сериале, я не знаю, хлопоты, мордохлопоты могли и не подойти. Ну да, это называется, вы просите песен, их есть у меня. Да-да-да, тут было всё окей-хокей. И тут, понимаешь, ещё что интересно. Вот мне всегда волновал вопрос. А он Паулу действительно хотел? Да нет. Или это из чистой вредности? Нет, это был чистый спортивный интерес и вредность чем-нибудь донасолить брату. Он её захотел тогда, когда брат её захотел. А, ну да, да. То есть он хотел именно то, чего хотел брат. Да, всегда. Он всё время это хотел. Да, это точно. Примерно то же самое, что и с Хульетой. Поэтому, конечно, они были бы идеальная пара. А они были фантастика пара. Жалко, что оба сели в итоге в тюрягу. Ну хотя выйдут, у них могло бы и получиться что-то. Ну да. А вот что касается Педро Дель Монта. Да, Педро Дель Монта в этом варианте исполнения. Абсолютно недостоверный. Ну это ужасно. Он абсолютно недостоверный, он серый. Это его ухаживание за этой обалденной их прислугой. Наташу Клаус, которая играет. Да. За Берто и Бертито. Берто на фоне просто роскошнейшей Берты. Этой обалденной девки. Вот это вот Педро. Педрита. Педра на Педро и есть. Ой, блин. Ну это такой блин был простой, раскатанный. Он вообще, он же просто как сапог. Даже как портянка. Три эмоции. Когда он был алкашом, он был интереснее. Когда он протрезвел, на него вообще невозможно стало смотреть. Как всегда. Большая часть алкашей, когда трезвеет, ну и пустой. У них все выгорает там. Да. А вот Наташа Клаус. Ты еще вспомни ихнего мажордома. А, и Роберто Матеус, который сыграл очень тоже с дот. Прелесть. Великолепно. Вот есть несколько человек, которые были на уровне. И когда они вместе сходились в одной сцене. Это было отлично. Это была вещь. Это была вещь просто. Ну и давай уже тогда поговорим. В моменте, когда он узнает эту крысу, приехавшую, эту маму, привезшую свою дочку. Что? Ты что тут делаешь? Он же единственный знает, кто она такая. Реально. Догадывается, что это вообще не дочка старика. Скорее всего, он знал, что старик бесплодный. Ну, конечно, он знал. А потом, когда он в себе носил эту тайну, что это инцесс. А это Суфуана зверстая. Помнишь, когда он Хуану говорит, слушай, ты это, она же твоя сестра. И Хуана, извините, не рвет на родину. Ну, рвет, да, на родину. Но ты знаешь, когда этот... Он же сначала был уверен, что... Старик вообще бесплодный. Потом бах, его по башке стукнуло, что, оказывается, так и Хуан, его сын биологический. И потом он решил, что, а вдруг, по возрасту-то, по возрасту, как раз он запросто мог успеть эту девку тоже сделать. Да, да, да. Понимаешь? Ну, считалось-то, что она единственная биологическая наследница. Потому у него, извини, кризис жанра и происходит. Ну, да, и он свел три плюс два, и у него получилось четыре. И он в шоке стал бегать и орать, боже, боже, инцест! Грехуй, боже! Нет, ну вот эта сцена, конечно, и очень многие не воспринялись. Говорят, что это за такое? Почему его... А я понимаю, вот Хуан такой, как он есть, да, человек, который правильный. У которого все должно быть как надо, по-честному, да. И вдруг он понимает, что он совершил инцест, а это, извините меня, грех. Это еще какой грех? Ого-го! А как он должен был среагировать? Его и должно было вырвать, блин. Ты помнишь, когда они говорят, а Паула, ты с Паулой будешь жить? Его начинает тошнить просто от одной мысли. На мысли, да, что он спит с сестрой. Это все равно, что его уложи с кем-то из братьев. Ну, он помнишь, когда приходят к герою Маттеуса, говорит, ты что же мне, сволочь старая, не сказал? Ты что? Я сам не знал. Он говорит, ты, блин, ты, я же... Он даже выговорить это не может. Да, ему плохо. От одной, даже не то, что он мыслил, от звука ее имени ему дурно делалось. Ой, как это было сыграно, боже мой, как из дуга. Отлично, когда она пришла, его... С одной стороны, тело требует. Да. А с другой стороны, башкой он понимает, что это же, блядь, это же его сестра. И, главное, помнишь, когда она ему наконец-то говорит, я не твоя сестра, какое облегчение на лице. Он говорит, господи, я даже не знаю, как ты мне хорошо сейчас сделала. Нет, вообще, на самом деле, вот надо поговорить и про Марлене, и про Марио, потому что сыграли они очень здорово. И, в общем... А тут одну передачу не наговоришь, тут придется еще одну делать. Ну, вполне возможно, как пойдет. Вообще, я хочу сказать, что вот с самого первого кадра, когда они друг друга видят, уже понятно, что все, ребята, влипли. Приехалы. Приехалы, да, приехалы в власти. И я сначала думала, ну, как, знаешь, я в чилийские тут начала смотреть, думаю, ну, наверное, там, да, у нее какие-то там задние мысли, вот она там, да, все, не, нифига подобного. Да, у нее задние мысли вышибло, как только она его увидела. Она втюривается моментально. И когда она лезет к нему целоваться в конце первой серии, я уже поняла, что все. Она когда его увидела, это называется удар молнии. Да. Что его, что ее долбануло с такой силой, что они забыли, как их зовут. Да, это точно. И особенно, когда они там вместе уже катаются. Там уже все. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что когда эта парочка на экране... Да, там и искры в разные стороны летят. Да, эротизм с экрана к их лечит. И когда народ переживал, что очень мало таких сцен, значит, всяких таких страшных... Я хочу сказать, что и без страстных сцен было все очень даже качественно. Потому что когда они на друг друга смотрели, не дай бог, там друг к другу притрагивались, народ... Я лично понимала... Там искрило. Там в натуре искрило, без дураков. Там такие эмоции перли. Даже это марление и то прошибало. Ее прошибало. Причем прошибало ее, знаешь, на каком-то таком инстинктивном уровне. Там у нее ноздри разбывались, зрачки расширялись. Ну да. В моменте там она дышать перестала. Когда он ее поймал на кладбище, помнишь, когда она поворачивается? И он там стоит. Она дышать перестала. В натуре. Она потом... И смотрит. Не, ну а то, что там Мари выдавал, это вообще... Это, говорю, надо отдельно разбирать, потому что это, в общем, конечно, учебник. Как надо играть. Это точно. Ему надо в итоге сделать... Надо ему подсказать твиттере. Сказать, что мужик, давай уже организовывай школу. Да, потому что он реально очень хороший актер. Действительно, вот помнишь, ты говорила в самом начале, что Хорхес Абалит, он актер замечательный. Хороший. Но он играет. Он играет. А этот гад, он в шкуру героя влазит с потрохами. И он себя ведет именно так, как должен был бы вести себя его герой. Ты помнишь, когда он сказал, после того, как он отыграл Великвер по Дальде Сео, что он сказал? Ага. Он сказал, что... Он сказал, что... Да, он вытряхивает из себя героя. Да, вылазит из шкуры героя на протяжении полугода после сериала. Не вытряхивает. Потому что он влезает в него настолько глубоко. Ты посмотри, что он делает с Хуаном. Вот шляпа, шуба, вот это все. Зачем эта шляпа? Дураки. Он прятался, у него шок был. Он ничего просто так не делает вообще никогда. Любая черточка образа, она играет на этот образ. Потому что у него вот это все, это вот панцирь. Ну да, помнишь, когда ему на момент становилось легче на душе, он так это быстро расстегивался весь? Да, шляпку эту снимал. Снимал или сдвигал ее назад. И куртку так это расстегивал, ходил в майке. Да что тебе, мой хреново, он сразу... Опа, оделся, шляпу надвинул, все, в коконе. Глаз мудрый, 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 камень. Да. Черепаха. Ну да. Потому что там внутри маленькая нежная и вкусная телеса. Он такой был, человечек в футляре. Не, ну вообще, на самом деле, он образ создал шикарный. Потому что, если Грифор Хисабали, это как бы одна краска, да? Унылая такая. То здесь просто фейерверк. Но фейерверк страстей... Сырый, сырый. Да, который успешно давится. Но иногда, как бы, пламя вырывалось. Помнишь, как он своего брата Педра чуть не придушил на крыше? Помню. А помнишь, как он Гаспара чуть не придушил, когда узнал, что Гаспар бросил отца умирать? У-у-у, помню, конечно. А как он грушу борцу в эту самую боксерскую лупил? Ага. А как братья побежали дежурно за веревками, потому что знали, чем это все кончается. В общем, веревки у них уже на готове и недалеко. Да-да, это такой привычный такой жест. О, веревки побежали. Отработанный. Ну, сейчас известно, начнет, что он начнет делать. А как он ломится в дверь к Паоле и орет, открой мне, я знаю, что ты там, открой. Или когда он ей так, когда она открывает ему в гостинице, ты что-то забыл, ты же ушел. А я тебе соврал. А я тебе соврал. Нет, и там самое еще главное, что в этом образе, да, что он, конечно, абсолютно такой человек взрывной, да? Да. Но он настолько в себе это все давит, настолько он с собой пытается владеть, что иногда, в общем, эта борьба, она как бы становится, ну, главнее, чем все остальное. Да, в общем, да. Смыслом жизни на тот момент. Да. И он хочет, он, понимаешь, он же хочет сделать все правильно, он же хочет сделать все, как вот в людей. Какой у него шок, когда он узнает, что этот пион задрыпанный, его папаша, и не просто папаша, блин, а родной отец вообще. Родной? Родной? Вообще. В общем, она этот его уже готовый сложившийся мир разнесла на куски. Да, он же ей говорит, господи, как же, как я мог, где были мои глаза, где были мои мозги, как я мог это сделать? Да, вот так вот. И вот просто, и когда понимаешь, что самое это смешное, что он ей поверил, он все, он сказал, все, я тебя люблю, и он уже братьям признается, мы будем вместе с ней жить. И вот тот, она вот такой ему делает, когда Хосе из пассажира. Ну да, у него выхода не было, как он посерел, он серый стал резко тогда, опа, и серое полотно на него лило, и все, и он вернулся, вот этот свой кокон, опа, зашел, и оттуда что-то такое выглядывает, хорошо играл. Ну, безусловно, безусловно, сыграно было очень хорошо, потому что я могу, вот, кстати, о том, можно ли пересматривать сериал. Я его пересматривала, наверное, уже раза три, если не больше. Можно, 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 можно. За счет отбилось. Во-первых, я еще хочу сказать, что операторская работа великолепная, ну-ка, это как всегда у Телемунда. Какие-то они там бегают. Картинка там всегда роскошная, краски. Машины. Машины, все как на подбор. Картинка, конечно, прелесть. Вот, но и главные роли сыграны очень хорошо, потому что я себе представляю, что на месте Хуана Дельмонта, Семара, был бы Хуана Дельмонта и Хорхи Салинаса, я думаю, что рейтинги были бы минус два, я чувствую. Если не минус десять. Если не минус десять, потому что здесь главная все-таки химия между главной парой. А если бы этой химии не было, а я думаю, между Марленей и Хорхи ее бы не было. Откуда ей взяться? Хорхи вообще не умеет химию делать. Ну да, вспомнил, что он с данной Гарсией там не прожил. Он не умеет, да он ни в одном сериале ее не делал. Я его не в нескольких сериалах смотрела, он всюду ноль. Моя прекрасная Мариана где? Химия была где? Ну... Ночная, вернее, ночная Мариана. Вспомни. Ночная Мариана. Мариана Доля Ночи, ага. Где? Какая химия? Бегает непонятный кусок дерева в морщинах. Ну тогда он был еще не такой морщинистый. Какая разница? Уже было. Не, ну да. И поэтому я говорю, что конечно, Телемоновское начальство сделало очень умный поступок, пригласив Семара. Естественно, они бы угробили на велую. Близко бы к чилийскому этому. Не то, чтобы переплюнуть чилийцев. Они бы не доплюнули. Да, потому, конечно, тот, кто ругается и говорит, что сценарий бредовый, ну тут я согласна, потому что... Да, да, можно было кучу... Выбросить кучу этих боковых линий и с насильником, и с депильным, и с этими девками, с сестрами Миан, и вся вот эта вот вокруг и около эта хренатень с этой гаспаровской женой, и мама, и... Ой, жуткая вообще. Все эти пионы, которые там бегают непонятно, то пьют, то не пьют. Джоники все эти, или Утерио, там... Ну, можно было это дело сократить. Можно было это дело сократить и сделать ставку, конечно, на главных героев. И, кстати, знаешь, что хочу сказать? А эти же так и сделали некоторые телеканалы, которые купили этот сериал. Ты не в курсе? Не. Ну что ты? Презали? Выкинули к чертовой матери. Сериал потерял почти 40 серий. Ой, ну и не жалко. Не, это не жалко. Они выкинули вот все вот это побочное. Я смотрела в подаче нашей любимой приятельницы с ее каналом. Не буду рекламировать, нафиг надо. Вот. Значит, они сделали из этого сериала 90 серий. Ага. 90. Там упоминания о насильнике нет. Мамашки. Мамашки. То есть, свекрови этого Гаспара нет. То есть, тещи его. Вообще нет. Вообще. Которая приезжает и исчезает. Которая приезжает и уезжает. Непонятно, зачем она вообще там была. Да, вообще нет. Как таково. Как факта. Там нету этих пионов с ихними этими походами, приходами. Там нету очень многих сцен этой... Ну, таких сцен необязательных с... Главное, злобы... Злобы... Злые дни. Злые дни. Да. И... Ты знаешь, что интересно? Что там даже Вандером меньше. Ну, вот это зря, конечно. Вандер... Вандера... Вандера врезать все за грязь. У Хосе лишние сцены. Поотрезали с бандитами и прочими. Угу. То есть они почистили сериал от шелухи? И? Со страшной силой. Ты знаешь, лучше смотреть. Не, ну да, наверное. Я вот думала, что они на международную... Международную версию сами как бы отредактировать. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Все полностью... Телеканалы сами редактировали. Не, ну вот... Да, наверное, надо было. Потому что очень много побочных линий. Когда ты смотришь в прямом эфире, да, это все... Это раздражает. Афлаган. Угу. Вдруг ты понимаешь, вдруг... Ты видишь сидящего в офисе Хуана в прострации и такой вариант, вот, начинаешь сходить эту ситуацию... И вдруг тебя переключают на придурка... Другой фигуни. Пиона, который там бегает, не знает, донести ему уколы до лошадей или где-то по боку сбросить. Ну... Ну да. Нет, на самом деле, действительно, но все равно сериал получился все равно очень хороший. И понимаешь, что еще интересно? Нет. Ведь об этом сериале можно долго и нудно рассуждать. Это очень мало какой сериал вообще вот так вот хватает за душу зрительскую общественность. Ну да, потому мы о нем и рассуждаем долго и нудно, уже почти 60 минут. То вот, что, понимаешь, как вообще, что людьми двигает, какие у них там душевные вообще вот эти волнения, чего там как. Ну, единственное, опять же, хочу вернуться к своей любимой теме. Это к уровню актерской игры. Ха! Телемундовская версия, она меня чем порадовала? Все-таки то, что уровень от игры главных персонажей, он на высоте. Он на высоте. Я не буду там брать побочные линии там с сестерами Ян, хотя вот мне, например, очень понравилась Карина Плюс. Серьезно? Да, она такая безбашенная девка такая. А, это младшая сестра, что ли? Нет, не младая, ну, средняя. А, да. Младшая это Росарио, Буратинка наша любимая, которая, которую не доизнасиловали. Она средняя сестра, которая потом стала женой президента. Ага-ага. Вот. Да, в следующем сериале женой Кристиана Аммия президента. Да, Карина Круз была очень неплохая. Ну, вот, актерский уровень, в принципе, очень-очень даже неплохой. И если бы, если бы создатели этого сериала плюнули бы на трудоустройство пожилых колумбийских актеров, было бы очень здорово. А они не могли, там у них гильдия есть, ты понимаешь? Ну, да. А, гильдия, это гильдия. Против гильдии не попрешь. Не попрешь, поэтому... В твоей роли всегда надо кому-то играть. А если гильдия скажет, нет, где они будут доставать, в Мексике, что ли? Ну, так потому, наверное, не сортяи расплевались, или мундовцы. Наверное. Я так думаю, что там дело-то было вообще серьезное. Наверное, скорее всего. Потому что нет сериала без вторых этих ролей и актеров где-то там третьего, пятого уровня. Не во всякий сериал на вторые роли пойдут такие актеры, как пошли в этот сериал. Ты обрати внимание, на вторых ролях тут какие актеры. Один, этот, чего стоит, Матеос. Матеос. Да, Матеос был шикарный. Наташа Клаус шикарная. Роберто Вардер шикарный. Наташа Клаус на вторых ролях это вообще удивительно. Она давно не играет. Наташа Клаус просто имела что сыграть. Да, у нее было что сыграть. И она это и сыграла. Я думаю, как настоящий актер, ей было наплевать вообще в какой строчке будет ее имя. В титрах, понимаешь? Может быть, но другие сериалы с менее пафосными первыми лицами они бы не пошли. Ну да. Одно дело идти на второй план в фильме, где первый план играет Семаро, а другое дело где Хорхе Салейнас. Ну да. Есть маленькая такая разница между этими двумя. Хоть у них фамилии начинаются на одну и ту же бух-бух. Но, извини меня, разница между этими двумя актерами небо и земля. И дело не во внешности. Ну, нет, дело просто в классе и дело просто в международной известности. дело в уровне игры. Дело в уровне игры, потому что то, что делает Семаро, это, извини меня, не каждый сможет. Потому что то, что он умеет одним жестом, одной какой-то, выражением глаз просто, вот, конвульсивное движение рук. Я, смотришь, я смотрела на большом экране, на огромном экране. Ну да. Я фигела просто от того, какие маленькие детальки. Вот за этим надо смотреть. это надо говорить, не отрываясь. Это все равно, что сравнить Де Ниро и Стептона. Ну да. Или Статтон. Если бы сейчас Луи Де Финесом сравнила Де Ниро, это было бы очень даже вот то самое. ну не надо. У Луи Де Финеса был другой уровень, амплуа, но я сравниваю двух трагедийных актеров. И один и второй, они играют трагедии, но извини меня, как играет Де Ниро и как играет этот чертов Стептем. Хотя он очень качественный такой добротный актер. Ну добротный, но не великий. Салинасон тоже добротный актер на роли дворников. Ай, шедевр. Ай, кошмар. Да, да, да. Потому что, ну хотя, хотя, конечно, очень многие говорят, вон Семара такой-сякой деревянный, ребята, глаза размыть, а? Люди, которые говорят так, они просто привыкли к тому, что актер постоянно мордой хлопочет. Это, знаешь, как в американских шоу, ток-шоу людям показывают, где смеяться. А, ну да, там эта подложка такая идет, ха-ха-ха. Да, а иначе человек не понимает, где смеяться. Тут та же самая история. Они не понимают, что он делает, потому что они не привыкли. Да, они просто... Слушай, ну это человек, который, извини, воспитан на площадном театре, да? Да, он не понимает этого. Да, он не понимает элементарных вещей, которые выделывают актер театра Станислава. Сравнить Петрушку и Ромео. Ну да. Петрушке Ромео не сыграть. Так же, кстати, и Ромео вряд ли Петрушку сыграет. Ну... Каждому свое называется. Ну, во всяком случае, говорю, что меня лично в этом сериале то, что сделала Семара, устраивает в высшей степени, сыграна была замечательная. И он, в принципе, практически везде ведь умудряется это сделать за редкостным исключением, типа вот такого Шайзи, как «Море любви». И то. В первой части он там играл на всю катушку. Но во второй части он же просто когда расплевался, сказал, да ну нафиг вообще. Он там просто стебался. Ну, он там ржал, он еле сдерживался. Бедный мужик, мне его было жаль. Хотя в каких-то сценах, например, «Слопе Сантарса» это было очень здорово. Так уровень Тарса ты не сравни с остальными. Ты еще Ниночку вспомни. Ой. Упаси Боже. Ты не сравнивай Тарсу, эту женщину, которую мама его играла. Ракель Альмеда, да. Это ихние Де Ниры. Да, это шедевральные были дуэты. Ой. А этот Педрик, актер, который играл Педру, когда он стоит и пытается Хуану что-то там впарить. Хуан на него так смотрит. Блин. Фигуй. Знаешь, такое, у Марио было такое лицо. Кошмар. Ты кто это тут говорит? Ты кто это? Заткнулся бы ты паря, да? Господи, говорит, ну иди, иди выпей, иди, иди уже, уйди, уйди. И там было несколько таких сцен, на которых студентов надо учить. Моя любимая сцена, когда герои приезжают с Медового месяца, и, значит, Хуан идет в больницу, сбежав от своей жены, и там его встречает Паула, и Паула в него трется носиком, так знаешь, так вот. Ну на, мой котик. И у него такое лицо, и у него руки, главное. То есть, он еле-еле сдерживается, чтобы ее не обнять. Ой. Он бледный стоит, стенка. Во-вторых, понимаешь, а ты обрати внимание, в чем он приехал. Ну да. Он опять был упакованный, снизу. Да, я сама не могу. А тут она в эту упаковку раз-раз залезла, и его тогда закрутил. Он треснул. Он треснул просто. Вот да, действительно, это человек глыба, по которой пошли вот эти трещины, на что то в огонь, то в воду холодную, то опять в огонь, то опять в холодную воду. Ну конечно, какой живой человек такой выдержит? Бедный мужик. Помнишь, он там начинает потихоньку попивать. Ага, и он такой пьяный. Потому что уже просто, потому что уже просто не может, уже все. Бедный, несчастный. Ну будешь тут бедным, несчастным, когда у тебя все обрушилось? Да, жена поедом жрет коза драная. Дура. Споса инферма знаменитая. Ой, бля. Мир споса инферма. Это уже как хоро. Когда, помнишь, когда он сказал, ну и вот так достаешь, он говорит, да хватит уже. Все, ты мне надоела. Хотя она помнишь, когда у него компьютер это разбивает, где там Паулову связь вышла. Ну да. Ой, ужасно. Нет, ну короче говоря, выкрутила всего. В последний момент сдержался, чтобы ее морда ели об этот компьютер. Да, правда там было хорошо, там братья давали возможность в морду дать. Ну да, он сублимировал на братцах. Спасибо. Не, ну что могу сказать? Ну конечно, в общем, сериал, конечно, не без недостатков. Сценарий того, некоторые актеры того, но, тем не менее, сериал замечательный, смотрите, можно его долго и нудно, обсуждать долго и нудно, и обсуждать его, в общем, действительно, разбирать его по косточкам, буквально, каждую косточку обсасывать. Не, ну ребята, это получится слишком много, это получится целая серия, только по этому делу. Ну мы посмотрим, может быть мы... Вернемся к... Подожди, у меня гораздо более вкусная конфетка впереди, которую я давно предвкушаю. Которая? Эль Кверпо Дель Носео. А ты не боишься, что мы на ней завязнем и будем только про нее как-то таковать, как глухари? Ничего, сделаем несколько этих выпусков. Надеюсь, народ не отвалится. Ну я тоже так надеюсь, а потом я думаю, что мы сделаем Дочь Марьячи и Кебони Ту Амур. Потому что хочется... Хочется уже поржать. Хорошо, ладно, уговорила. Поржем. Я думаю, тогда на сегодня закругляемся, потому что наговорили мы тут с тобой 40 бочек сантом. Час. Ровно час. Я могу еще, конечно, но уже хватит. Ладно, хорош, бедные наши слушатели и зрители. Все равно это будет... Вот, ладно, дорогие наши слушатели и зрители, возвращайтесь к нам, ставьте свои комментарии, лайки. Пишите пожелания и вообще подписывайтесь на наш канал. У нас тут все какие-то разные, интересные, приятные. Мы вообще уникальные. Давай, давай, не похвалишь, не продашь. Ну, а если сам себя не похвалишь, другой на тебя как-то не среагирует, понимаешь? Ну, уже правильно. Кто ж тебя знает, если ты сам не хвастаешься. Хошь, не хошь, приходится. Ну вот, тогда на сегодня все. До свидания. На сегодня все. Всем счастливо, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok